здравствуйте дорогие друзья с вами я ольга ушакова и наша программа планы на жизнь сегодня гость в нашей студии от достижения которого у меня замирает дыхание и на свой не один гость у нас два человека это ломова оксана и ломов игорь power lifter мастер спорта международного класса и оксана и игорь здравствуйте ребята наверно первый вопрос сразу к оксане как пришла к этому виду спорта я знаю что ты начинал с тяжелой атлетики правильно да с тяжелой атлетики расскажи пожалуйста именно да вот в тяжелой атлетику я пришла 8 лет я отдала тяжелой атлетики и потом меня переманили ну искали были соревнования по тяжелой атлетике проходили и там сидел человек который как вот воевод у нас попал да по боб слея разгоняющим и мне тоже предложили разгоняющий да скале разгоняющий в боб слей а в тяжелой атлетике ты уже была кмс да да кмс выполнена уже на мастера готовилась мастер должна была сделать и горит ну как бы рост параметры ну как бы все позволяет да и мы вот начали пробовать и вот как-то завертелась закрутилась и я была на кубке мира и я прилетела с кубка мира и в марте я узнал что я беременна третьим как раз варим у меня родилась много все отходил беременность родилась варим у меня я вернулся опять тяжелой атлетику но это был тяжелой атлетикой или пауэрлифтинг нет в тяжелой атлетикой сначала вернулась я очень быстро в течение года набрала физическую форму но мои связки как говорится мясо наросло быстро быстро связки не успели не успели восстановиться и я повредила себя крестообразные связки надорвала все были боли такие что ну даже ну не так было больно садиться то есть входить больно подниматься парень как будто гвозди забивали в коленные суставы да ну я такой человек мне нужна цель мне надо куда-то идти и я думаю она попробуем как раз его мы взяли программу по шейко бориса борис иван шейко мы взяли программу и по его программе дошла дамы сын к мастера спорта международного класса а можно озвучить вот результат я знаю что они ошеломляющие по троеборью 465 килограмм в сумме до 82 но по отдельным видам я знаю что у тебя там прям рекорды да самая лучшая тяга у меня 197 с половиной вот я вытянул сама даже не понимаю как это вытянуло у меня на соревнованиях началась мигрень там было очень душно я хотел вообще отказаться где соревнования они проходили в чехе соревнования а это в каком году было это какой не помнишь год как это был оля с вами еще выступала ну не какой год не помню может быть года три назад денем вот примерно так как раз да побольше уже ну побольше 4 может так 197 с половиной тяга я как раз хотел отказаться выступать на соревнованиях потому что там очень было душно и мне стало плоховато я мигренями страдаю с пятого класса и я уже от приседала и мне плохо стало я думаю и ходила металла думать о чем обрываем соревнования не буду выступать таблеточка выпила и мне поставили что 97 с половиной и вытянула это вот мой рекорд который я так не перебила все хотела 200 потянуть а кто-нибудь 200 в этой весовой категории тянет девочки и больше тянут девочки на тот момент просто вот а потом у него собственный вес этот был 76 килограмм там просто весовая идет до 75 а следующая до 82 с половиной поэтому вес гонять вниз было бессмысленно я всегда выступал либо до 75 там 74 да я видел 6 там как есть вот этот вот база данных по спортсмену пара а у powerlifting.com там этот сайт там есть все данные выступающих да я посмотрела как раз оттуда и в профессионалах когда уже в проб дивизионе у сарыча кирилла выступала я как раз присела сто девяносто семь с половиной сто девяносто два с половиной сто девяносто два с половиной тоже наверное как-то не знаю даже на адреналине что ли присела и я конечно повредилась на этих соревнованиях и повредил себя плечо очень конкретно это наверное в режиме да нет на приседе можно плечо повредить можно я встала и у меня покатилась штанга с плеч вот этот сто семь с половиной для того чтобы его засчитали я старалась удержать и вывернула себе очень сильно плечо назад сухожилие повредила даже не связку я вывернулась себе настолько плечо я ее держала до последнего чтобы мне сказали главный судья буш и по судим не это он судит строго и засчитали этот вес 192 с половиной но потом на заморозочке дальше уже не очень отработало ну то есть жим наверное жим там до тягу уже жим у тебя 105 жим 105 ну и это что маленький даже жим для девочки в курсе и девочки жмут намного больше я вот знаю надя власова я к ней собираюсь на тренировку на 130 пожалуй вот у слове у юры это на чемпионате мира наталья трухина сколько у нас 160 или 150 ну выступают в троеборе у них жим поменьше жим поменьше что-то свое есть мой но это вообще прям сейчас такой у нас разговор ну вот такие достижения прекрасная семья трое деток да сейчас занимаешься тем что тренируешь плюс еще работала до но ведь вот совсем недавно ты перенесла очень такой тяжелый тяжелую жизненную ситуацию это ты столкнулась болезнью рак расскажи как это случилось и рак чего у тебя был как раз вот после лифтинга когда ну пару лифтинга прошли соревнования я через пару месяцев разорвала колено и как раз я вот как раз пока у меня было порвано колено что нельзя было заниматься силовыми я начала бодибилдинг подготовилась по бодибилдингу москва апрель выступила 2017 в топ-5 вошла и после вот этого я у меня начались проблемы по-женски я подумал наверное спровоцировала сушка потому что там же сушися проблем по-женски это что что было нужно происходило у меня начались выделение обильные такие выделения что прокладку не на каждый день надо было одевать конкретную прокладку и началась сукровица я думаю ничего от сушка то убила пригрыбу понимать при бодибилдинг там проблемы со здоровьем да а такое бывает вообще с бодибилдинг сушка это вообще же опасно для организма это просто уничтожаешь свой организм пока ты сушишься тренируешься тебя никаких нет проблем когда ты уже закончил сушку и начал просто в обычный ритм ходить там уже начинается сети сыпется здоровья помимо там очень много на самом деле почему и многие бодибилдинг они же у них очень почки отказывают часто забеременеть не могут очень много нюансов так что помочь и в итоге вот у тебя вот это вот правда начнула как всегда думаю ну на фигня сейчас пройдет наверное там стандартная ситуация апреля это был конец апреля май июнь то есть уже лето уже уехала мы на в крыму ехали отдыхать но потом там что-то нет что-то не то не прошло это выступили на кубке россии после кубка москвы ну кубок россии ну да ну это продолжалось все это продолжалось сушка да я думаю даже может быть сушка и спровоцировала кстати этот толчок поддала как бы быстрее зато быстрее узнали ну как конечно подтянула думаю ладно и как раз сентябрь ко мне приходит на тренировку надежда она работает в гинекологии я рассказал наш свою историю она говорит оксана бегом в больницу записывайся на узи то есть это еще с ее стороны был такой большой пинок потому что и мы это спортсмены мы можем здесь даже что-то болеть мы даже внимание не терпеливые да мы терпеливые этот пинок ее дал я пошла записалась на узи как бы таком врачу которому игру что ходил по беременности у нее троих детей миссии она мне проделала узи ну пришла до этого когда я рассказывал даже другому врачу что были же там кровь во время отношения там смотрим до боли были на то что мне врачи говорили что это эрозия кровоточит а боли из-за того что типу всех так это что на задней стенке может быть вообще это должно приносить удовольствие не боль а более того что стен органы женские расположены на задней стенке то есть до этого меня так вот врачи говорили я пришла значит делать узи думаю вот так вот так рассказала на минуте час делала узи посмотрела поднем на кресле посмотрим посмотрела на кресле опять узи я уже не знаю ну я когда шла я уже знала принципе что что-то не то ну к этому врачу она не посмотрела потом будет цикл восстановим ну да эрозия как динозавр что значит эрозия как динозавр эрозия как динозавр они же у нее наблюдали эрозию ну не этот врач конкретно просто когда я ходила на проверки всегда говорили эрозия сначала есть эрозия так вот есть нет есть нет и после этого когда я от нее ушла я на следующий день пошла к другому врачу и записалась это вообще наша клиентка клуба тоже екатерина куркиной я пришла говорю ну так вот так вот она меня садись на кресло и она такая она тоже такая очень врач она эмоциональная и переживательная очень внимательная и переживательная не так много таких да да она меня вела кстати всю болезнь мы с ней всегда переписывались все равно и она так и перенервничала там какой-то профессор до этого был там работает она все вы далеко уехали а если сижу на кресле извините хотя она не делала узи она просто делала визуально осмотр на кресле и она все ему звонит в доктор далеко уехали может вы вернетесь а пробки у меня тут такая ситуация она не боится сказать ну мало да как человек среагирует как эмоционально может пойдет и под машину броситься после этого диагноза люди разные я уже ну я уже сразу поняла что точно как-то не так она я говорю ну давай-ка может мне слезу же с кресла я уже все поняла можно на как все ну оксана 90 процентов рак рак шейки матки 90 процентов как есть я так сам даже у тебя не будут где брать биопсии потому что я боюсь вдруг начнем скоротечение иди в стационар я даже писала расписку на меня не хотела отпускать из того что у меня сукровица была как тебя первый врач вообще отпустил то есть я писал расписку игры катя я врачи бывают рада и агры катя я пойду в наш стационар и я сама это все писалось расписку я как раз вышла с больницы и как раз позвонила игоря первый звонок игорь игорь какие чувства или вот минусе уже расстроился очень сильно но и у моего все потемнело глазами у меня не потемнело в глазах они плакал не вы конечно очень сильно больно неприятно но и надо же было как-то дальше бороться с этим просто жизнь продолжается еще на этом кредитая когда сюда было прям пятница как помню пятницы я прям поехал в наш роддом прям туда где лежат к зав.отделению но пятницу был как бы не успела ангель приходите в понедельник я наш там будет возьмите там с собой понесите все я прям приходил в утром в понедельник у нас там заведующее отделение соваев врач очень хороший так не важным бурят страшно было как-то нет ну не было страх вот не знаю уже тебя боялся у меня болел весь год игорь вот он я не лазил не в интернет никуда он сидел я постоянно вычитывал вычитывал и диагнозы она мне прислала короче все документы а он все свои справки там анализы и так далее я постоянно сидел гуглил не один естественно сайта сопоставлял информацию разных сайтов вот и ну просто чтобы быть в курсе событий врач мне сказал не читать ничего получается игры знал больше что с тобой происходит а он больше знал я вообще не касалась этими делами можно сказать так но я вот пошла к заведующим он мне взял биопсию на то что спасибо тому тоже очень хороший врач и когда пришли результаты ну в принципе уже спокойно тут не поставили более хорошую стадию можно сказать даже мягкую это первая лаборатория но есть что какую стадию поставили мне поставили не агрессивный рак а то есть это гистология гистология да он такой более который поддается лечению врач мне сразу сказал оксана есть знакомый на коширку не в балаших у нашей подмосковью вот как есть выходы только туда ну так мы на коширку попали на коширки уже после пересмотра мне поставили уже другую стадию ну диагноз поставили там повысили стадии повысили стадии агрессивные рак да и сменили сменили на агрессивную стадию то есть это был пересмотр стекла пересмотр первое что пересмотр и потом профессору жордания я попала слышала да очень хороший врач и профессор вообще хирурга и у него команда его вообще хорошего то юлию геннадьевну ростислав князев геннадь фамилию забыла но и большое спасибо что они есть да да точно мне сразу же сделали назначили химиотерапию ну все стандартные процедуры ты прошла вот смотри ты в апреле почувствовал что что-то неладное сколько в сентябре узнала о своем диагнозе нет не сентябре в ноябре пока все конца ноября то есть сентябрь пошла на прием и и и до сентября мне дали пинок с конца сентября я дошла с сентября разные врачи с сентября ты начала наблюдаться и только в ноябре ты узнала о том что у тебя биопсии да я сдала и после этого когда операция была это все шестнадцатом шестнадцатом это был год у нас это был 2017 это был 2017 год ноябрь месяц до конец ноября химия концентрированная си у меня было объясню химия у меня была сильная мне вливали дозу мне вот за химию за раз у меня была процедура у меня литр я получала то есть то есть эту дозу и люди в 1 3 недели получали она получала я раз в неделю вот это пол литра одной химии 130 миллилитров другой это было связано с тем что уже в общем-то и сам себе рак агрессивный и запущенный предоперационная называется чтобы ее подсушить и увидеть границы иногда бывает сами знаете да как химия бывает она играет хорошую роль а бывает что и плохую кому-то можно химия очень положительную роль сыграла при поступлении опухоль была 5 на 8 сантиметров после химиотерапии опухоли была 1 на 2 ну вообще через месяц у меня была операция ночи на тот момент когда я пришла к профессору вот и даже когда мне диагноз вообще поставили к чему что пришла вот у меня сработала голова так то есть как у спортсмена поставили цель как спорте ты идешь к ней то есть врачи у меня были на тот момент это мой тренер можно сказать их много только было то есть я просто молча ходила выполняла их не функция слушаю то что это надо делать туда то есть вот и как раз и мне прокапывали 6 капельниц у меня будут 66 химиями прокапывали через месяцами сделали операцию 19 февраля у меня была операция уже в восемнадцатом году операцию а потом что было меня прооперировали через неделю я убежал домой вообще за всю болезнь в больнице полежала неделю на только после операции я всегда выезжал домой я не лежала там больница они в руках от падали по постриг побрил три раза а у меня младшая варя увидела мама девочки так не ходит один шапка дети понимали что с начали покажем но дети во первых сразу не знали потом на среднем когда я подслушивала сказала сказала ему но может быть всего возраста или еще какие-то они немножко не осознают степень тяжести и какие последствия могут быть для них потом ну дай бог ну как взрослый взрослый человек болеет и дети входит вроде шевелятся там не лежат да как бы они вот ну страха не было ну я думаю да даже когда не было же дома там истерик каких-то никто не бился об стены головой все спокойно после операции это все на на коширке лежал там так душно я попалась что я лежала все одна в палате я там спать не могла у меня игорь приезжал в этом неделю там с утра приезжал вечером уезжал до 11 яда значит там хожу мая спать не могу игорь нас рядом на кровати приедет поспит пойдем перекусим и так она со мной после операции каждый день приезжал находился но много позитива получил тоже там много есть больных которые позитивчики мне поразило просто само отношение отношения на каши в больнице в ней это блохина что как бы не говорили ки начиная от охраны и заканчивая уборщицами там нянечками не было самство как в наших поликлиниках районных да там никто не вел себя как быдло там и так далее то есть все было вежливо аккуратно никто даже грубого слова не говорил ну я тоже наблюдаю наблюдалась какое-то время на коширке я тоже ничего про это не могу сказать все всегда многие говорят наоборот негатив ну у меня такого не было впечатления у меня единственное то что когда вот приходишь туда вот зонкоцентр и тебя вот чем-то накрывает уже через полчаса где когда это так тяжело там находиться есть особенно детские где боксы находятся где находили там для меня впечатление тем более что у меня мама там тоже лечилась вот как бы меня просто поразил там очень большое количество людей когда с этим не сталкиваешься да конечно так особо сильно там не переживал в этом плане вот то что такое количество людей больных онкологии я первый раз когда не сталкиваешься не понимаешь рак растет и в количестве и он еще и молодеет к сожалению то есть это вот но не знаю почему но женщин там было намного больше диагностика стала а потому что рмж вот рак молочной железы это один из распространенных по поводу диагностики я вообще молчу с ней рядом лежала женщина из курска вот ей там по месту лечили грыжу корсет заставляли носить корсет я знаю людей в итоге у нее опухоль 15 сантиметров четвертая стадия все по нее оказался рак да я знаю людей вот у меня тоже есть подписчица из кирова у нее маму лечили от воспаления легких антибиотиками а это был рак ну четвертая стадия уже неоперабельно таких случаев тоже есть это говорит о чем надо всегда перепроверять перестраховываться и узнавать мнение нескольких специалистов а если уже поставили точный диагноз правильно если поставили точный диагноз то надо выбрать врача которому доверяешь вот даже вот просто на интуитивном уровне даже смотреть что говорят какие у него какая у него статистика к сожалению вот это вот сейчас тоже информационном плане проблема говорят что в онкоцентрах они могут пропустить другую болезнь но только не рак да так не но глупо некоторые люди там сколько этих советов мы наслушались вода то чагу предлагает кто-то предлагает мрак обещали вообще в своем уме люди если бы было бы все так просто не давно уже все победили пошли к баллы вы надо мы ведь знаем бабушку она лечит от рака ну ты что за бред бред как эта бабушка ли там написано в буквами большими вы можете лечиться соды ходить куда угодно но заходите к нам на сайте на сайте них вы можете лечиться там где угодно но заходите сначала к нам а потом идите сразу обозначить надо для наших зрителей то что должны быть традиционные методы лечения это врачи и онкологи чтобы не потерять время потому что да не поможет до таких людей они вот встречаются к сожалению которые пытаются там и и к сожалению тоже уходят давайте вот относиться к себе бережно и грамотно и не бояться особенно женщинам это химиотерапия что вы облысите это ничего страшного нету многие их видела женщин которые говорили что химиотерапия она все я не буду ее делать и уходят волосы растут еще лучше из-за волос да есть люди которые узнают что у них отнимут грудь и они говорят я не могу жить и отказываются от лечения это тоже неправильно сейчас реконструкцию все можно восстановить делать я согласна ребят знаете о чем хочу поговорить ну вот оксан ты была одна до своего диагноза и во время там лечения и что под что изменилось в твоей жизни вообще как поменялась среда круг общения сама ты изменилась игорь наверное тоже ну это же меняет сильно но я бы не скажу что сильно так изменилась просто немножко год из жизни вычеркнут я могу сказать общение но игорь муж меня поддерживал очень сильно меня поддерживал не только муж на поддерживали все мои коллеги но я хочу сказать что я пока болела я тренировалась я ходила на тренировки конечно без фанатизма но не путаем что если человек никогда спортом не занимался и начнем и уже как человек профессиональный которые некоторые там даже после болезни о все пойду заниматься в зал там врачи говорят нельзя даже вот я не знаю мой организм на спортивный мне помог болезни есть лучше себя чувствую я химиотерапию жидкую ну потому что он более сильный организм больше с более я не валялась там на кровати да то есть у меня практически не было побочек кроме ломок лыси лысины как говорится не но тут еще главное помимо всего этого физического состояния главное еще и дух и внутренние стержень если этого не будет болезнь боится сильных людей как говорится но за год может даже год там уж когда потому что некоторым врачам подходила спрашивал мне можно тренироваться мы не лечили спортсмена ну да они хотя бы не строили себя умных в том плане если они не знают они говорят что они на кошельки мне врачи сразу сказали готовы спортсмены безбашенные с вами вообще бесполезно разговаривать потому что после после полостной операции я через две недели уже на дорожке стояла в зале топала через две недели через месяц получать уже уже заниматься потихонечку начала что это был гантели тренажер уже так потихонечку гантели и тренажеры и ноги я стал легкие там вообще то есть бабушки с ними так занимается но я не могу не помню я 500 грамм гантельки были у меня я побольше я сидел с пяти килограммами там качала визу такое для тебя пять килограмм и в мае я уже качал пресс вися на турнике поднимая ноги это после операции прошло 3 месяца 3 месяца 3 месяца качала пресс вот она силу я уже потом уже все я уже просто влилась свою стихию уже тренировалась ну как всегда тренируюсь конечно в ремне сначала был бандаж да бандаж нагрузка жесткий ну после операционный бандаж да все носят а потом что и до сих пор постоянно это теоретически плена к тому что болезнь у нас 1 вообще может быть не знаю взаимосвязь это собака животное да такую историю у нас есть хаски собачка ему час пять лет до 31 января исполнилось и на тот момент кобель у нас здоровый такой хороший крупный как волчара на волку похож ему так трем годам у него начали начались приступы эпилепсия и ну так ни к чему пошли но анализы сдали здоровая собака нет и по даже сами эти врачи или на рыбане никаких никаких отклонений на заводчица у них в роду никого не было ну были такие редкие приступы вообще раз 3-4 месяца 3-4 месяца потом видно ближе к моему развитию когда мне как раз начинались уже вот эти проблемы у него стали частые приступы раз в месяц потом еще ближе у него бывали там в день два три четыре приступа могли даже на видео снимали для врача и уже вообще к развязки как говорится к операции до 19 не к операции 19 февраля момент операции у него было 13 приступов в этот день сапа и после проведения операции уже почти год ни одного приступа больше не по ним будет это не уникальный шуми но может быть это совпадение но вот так она и так как она есть наговора что чувствуют берут половину болезни на себя животное и наверное это была какая-нибудь собачья психосоматика вот чувствовал переживаю получается но вот именно так пока воде вот мы тоже думал как так много историй рассказывают что животные чувствуют рак кошки собаки но животные они вообще чувствительны ко всем аномалии терапия приезжала когда ложилась у меня все меня два кота собака все рядом лежали восстанавливали будем лечить нашу до после капельницы сюда приезжала сразу ложилась отдыхать хорошо а вот физически восстановилась все замечательно все хорошо а в психологическом плане физически даже только вот недавно совсем восстанавливается операции прошло вот в феврале будет года восстановилась оксана лет восстанавливается лентяи есть не хотят заниматься психически психологически и психически и психологически я немножко себя не чувствую отдохнувший у меня какая-то тяжелая голова не знаю вот я не попала хотела уехать на юг летом после лечения и не получилось уехать у нас тут спорный вопрос потому что кто-то говорит из врачей а на кошельке сказали ехай в крым можно кто-то говорит нельзя не но я же объясню что на профсоюзной юлия михайловна кренина она очень категорически вообще там строго вообще ничего нельзя один врач будет вообще живи полный нормальной полноценной жизни она там нет это нельзя это нельзя ну то есть разные хотя год в сухой климат можно нам ехать в крым самое главное не быть под прямыми лучами до 10 утра на пляже и вечером вот это вот бесконечное нельзя вечные ограничения и вот я тебя загоняет в тупик да и вот что делать то нельзя нет надо жить а я познакомилась с юна еще у нее четыре операции короче пронесена там ну стадетка она вообще говорит такая наполненка девчонки живите на всю катушку отрывайтесь по полной неизвестно сколько мы еще проживем живем долго надо надо за ну я хочу сказать немножечко вот голова не отдохнула я вот головой от больниц лечения до психологи были не психологу не не было чудом дело потому что сиди сейчас вырыжил постоянный этот контроль анализы и ты фактически работа вышла из больницы из больницы из этой не вылазишь вот это же ведь история такая что когда психологически тяжеловато ну она в принципе сейчас тоже решается я вот реабилитацию проходила после операции мне здорово помогла терапия хотя вот сейчас я дайте мне краски кисточку мне это не интересно лучше штангу принесите не а я вот именно что вернулась к работе своей своих своих спортсменок всех собрала мы начали тренироваться и так я всегда относилась мне очень жалко бездомных собак и всех кошек я всегда езжу меня в багажнике пакет корма лежит где я вижу бездомных подкармливая чуть немножко увлеклась волонтер собрать помощь для приюта приезжать гулять с собаками привозить там мои спортсмены собирают поводки и все это покупают гречку что-то не обходили нас есть ой можно мне с вами как конечно можно и мы привозим собак с а вот в нашем там видном есть бездома там дворняжки от нее очень жалко там 500 500 собак и вот мы туда приезжаем привозим что-нибудь здесь недалеко это мы тищем алабай хелп мы тоже приезжаем иногда вот выгуливаем по воскресеньям но я конечно не могу разорваться тоже устаю потому что у меня воскресенье один вообще выходной но вот иногда приезжаем вот такая деятельность она все равно делается для себя для души да удовольствие получаешь колоссальное от того что вот помогаешь тем кто беззащитен за собаку вообще мне чем больше говоришь узнаешь людей больше любишь животных давайте об этом тоже поговорим как говорится круг общения изменился круг общения уменьшился больше чем в два раза вот хоть оксана говорит там вот да многие помогали многие помогали много помогало людей посторонних которых мы даже не знаем вот люди более будем к которых мы считали более близкие они вычеркнуты из жизни на совсем потому что я не вижу смысла общаться так железный мир нам очень помог потому что но когда тебе хорошо это понятно что мне хорошо все рядом когда тебе плохо раз и пустота ну а зачем мне туда дальше то нужно занимайтесь своим делом тогда дальше не лезьте больше к нам не надо нас вообще трогать и вспоминать ребята это наши спортивный мир это должневский наши даты не но потом дело в том что но так сложилось я должневский он же сергей дужна серьезная болезнь ну да он был в аварии очень сильный бадюк нам серега бадюк мы лично знакомы он очень сильно помогу но без слов и обратился только ребятам а вот эта вот помощь материальная была она на что ты по уме суше делал операцию омс и я делаю у меня кого-то было где-то были дополнительно наверное тоже приходил работа отойти что мне ну на тот момент получилось так что у нас нету родственников нет никого до от нее у меня не у нее у меня есть мама но мы с ней практически не общаемся и привожу там деньги продукты ну как бы у нас там спасибо что родила и одни кито куда дети и дети ну в общем у вас достаточно непростая история и нашлись люди которые вам помогли выкарабкаться из этой сложной жизненной ситуации но были те которых вы считали близкими людьми и они оказались не такие не ну я никого не умолял не просил но здесь не надо умолять а в основном все таки вот тоже ты мои спортсмены очень хорошо когда узнали прям как заболела они меня даже не спрашивали как бы я знаете против тоже немножко от этого чтобы какие-то там сборы эти но есть люди такие мои спортсмены мне очень помогли ну оксана ситуация такая что не 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 смогла бы ты вот у меня я тоже просил было очень мне ничего не надо мне ничего не надо мне никто не нужен я сама я сама я говорю ну чуть-чуть я сама это психологическое состояние это что по это понятно поэтому вверх и хоряк все дело в отличие от нее не скрывала же все равно не желательно не они не скрывала сейчас скоро начнется говорили но ведь не уходил у себя правильный не не мы скрывала не от кого уходить себя не сейчас делилась совсем наверно девчонка чтобы они проверялись у меня все девочки проверили тут же сразу же все побежали но многие на прием гинеколога я их называю как пионеры наверное или дилетанты как раз я потом пост делала там когда я как раз это заболела и люди начали шипеть и смотрите до чего ее довел спорт это все ее добавки да нет это дело не только добавка идет речь а речь о приеме запрещенных препаратов и дело в том что если умрет и не дай бог там утонет например бодибилдер либо полный пауэрлифтинг то он утонет а именно от приема анаболиков что он подскользнется от приема анаболиков но дело в том что но это первых глупо конечно но это диванные эксперты по игру пионеры еще эти диванные эксперты которые вот лежа на диване могут дать экспертную оценку на любую тему люди конечно которые даут они помогут отзывчивые все таки помогают и даже сейчас сколько посмотрю да то есть вот эти все создали группы встречи мероприятия что поддерживать женщину конечно есть еще много добрых людей оказывается у нас да и я думаю что все больше больше будет становиться потому что по-другому идет восприятие вот людей которые столкнулись с этой болезнью кто кто получил диагноз рак и суицидов эти женщины есть очень много сейчас кстати вот она когда лежала на блохина приехала пожарка на двенадцатом этаже врач рассказывает у вас на двенадцатом этаже пожар а что случилось но естественно все туда ломанулись мужчина один за день до операции таким образом он наверно думал что он умрет он принес туда мангал и жарил шашлыки на балконе решила устроить праздник есть печальная допустим случай на профсоюзной как раз за неделю как меня клали на лучевую химию там выпрыгнул молодой человек шестого этажа мальчику 22 года его привезли у него опухоли головы это не надо делать вот самое главное это это называется эгоизм это эгоизм да и все это поступает нам даже когда не он к больные делают это эгоизм надо идти до конца надо биться до конца никогда не надо опускать руки конечно никогда цель цель есть такие истории потрясающие которых мы расскажем она твоя история потрясающая кстати чем ты сейчас занимаешься вот восстановилась и чем занимаешься я сейчас занимаюсь ну сейчас работаю я как раз пока болела закончила я как раз попала завершила обучение училась в академии это в мгавке малаховке я тоже туда поступаю в этом году она туда поступила будучи сборной россии по бабслею у нас было там экзамены поступил тогда в тяжелой атлетикой я занимал долго ты там учишься работаешь где сейчас я работаю себя видно прайд-клуб фитнес пошла вот сколько там уже пятый год я работу рядом с домом нет не отходя от кассы там тренируясь своих но прям полные рабочие дни и все не как обычно без всяких ну вот вчера вот пришла домой только в одиннадцатом часу вечера ушла к 9 пришла вот так до уставши не выспалась на отвлекаясь хотел вот хочу сейчас купил себе уже оборудование хочу от армлифтинг попробовать вот в пауэрлифтинг не вернусь потому что уже те результаты которые были я их не достигну и запомнили оксана ломова с такими мне 0 и так уже в принципе достигнуто много много очень еще до разрывов отрывов то есть на колени я уже не могу приседать так хорошо как надо потому что связки нет хочу от армлифтинг попробовать армлифтинг это для тех кто не знает это поднятие тяжести сила хвата кистью тренируем и там какие до каких весов аполлон аксель то она туда каких весов там так там точно так же как пауэрлифтинге по весовым категориям вот по возрастным группам разные снаряды есть и норматива там тоже колеблется то есть принципе поле начала для деятельности начала закончила сейчас опять начинать ну периодически 32 одной рукой подняла это 6 больше не могу 32 это же вот год только спустя после операции хочу еще вот сейчас начну потом целенаправленно особо этим никто не занимался просто начали пробовать и такой вот результат где-то в течение месяца просто наша запросить хочу подготовиться может быть ближе к лету туда окнать и выступить по полон акселью и вот это вот придает силу от соревнования это всегда не всегда нужна цель да мне надо куда-то готовиться именно поэтому ты можешь просто заниматься ходить вот вот да вот как я тебя понимаю у этого на моем моем и она уже что же вот после болезни вот вас затянула сильно затянула причем я вот тут недавно обследование плановое проходила врачи увидели искать это же та которая со штангой почему нельзя веса потому что нет 13 лимфоузлов у меня удалили и у меня был лимфостаз из-под руки лимфостаз и вот благодаря опять же динамическим упражнениями что статика вот вредная это уже в нашем случае это нельзя делать я даже вот на последнем соревновании на которой было крайне надо говорить так крайне на крайнем соревновании значит и у меня после присед сделала жим сделала становую сделай у меня пошел да пошел отек и и руки я прямо чувствую что она это немножечко другая уже я такая думаю ну что буду отказываться от второго и третьего подхода а потом смотрю моя соперница она ставит небольшие веса и какой отказываться пошла уже все и пошли прибор на линии как это ну я должна быть первая у меня однажды ну тоже тренировался тренер не дал статические упражнения и после этого пошел отек я сразу это ловил что именно после этого и вот когда я увидел первый раз что рука отекла у меня первая мысль была у там у людей когда начинается вот этот отек связано с лимфоастазом мысль начинается ой ампутирует руку наверное да там приведет к ампутации а у меня первая мысль я смогу штангой заниматься вот я увидела это уже психология спортсмена и прям там спустя там я не знаю пару тренировок по жиму у меня весь отек этот сошел после лучевой этот осталось в паху в левой стороне лимфокиста образовалась именно после лучевой да и она пока что до сих пор не спокоит пока еще не рассосалась ноги поделают тоже отекает ну вот я как-то более-менее сейчас в норму пришла у меня вот этот вот путь он было распознавание своего тела что можно что нельзя что хорошо там допустим после простуды может отек даже простуда любая может спровоцировать маркеры может повысить любая простуда даже обычная тренировка в зале маркер может повысить там во первых и то же самое и псориаз я сейчас смотрю на вас любуюсь а как вы познакомились в спортзале до парзоне не нам и занимались в одном зале занимался тяжелой атлетикой я павлифтинг это школа олимпийского резерва в городе видном то есть он приметил то сразу года подошел не ну да ну а что подходить оксана была замужем двое детей он тоже был в браке поэтому зачем подходить замужем конечно конечно же она ты когда заметила своего любимого ну как он один такой в зале сразу брутальный мужчина именно мужчина это то есть настоящий мужчина который женщина как за каменной стеной будет и чувствуешь себя женщины они мужиком к семье да я замужем он в браке как бы и никто не знает что там в семье происходит правильно не будешь расспрашивать ну все-таки через два года все равно и хватил подошел из и все из этого момента начали да и завязывалось общение да потом через прям несколько 23 более плотное общение квартиру сняли раньше тоже была политика типа один раз и навсегда а вот из-за детей а потом я посидела и подумала дети вырастут уйдут и ты никому не нужно будешь они к тебе будут там раз в год до приходить думаю нет это тоже дети будут наоборот мучиться на борту что такое вообще бывает и что так все совпадает на за главное главное не делать не настраивать детей и вот я не дети не по числе развода у меня дети общаются с пап они ходят бабушки даже наша общий общий ребенок варя свекровь называет бабушкой поле еще смотрю на ваши татуировочки я тоже вот у меня вот эту татуировку я сделала после операции когда прошло так июнь декабрь на февраль март апрель май на седьмой месяц получается сделать татуировку и сейчас еще одна татуировки это такая это иньян черно-белая мы просто рассказать вас хотели татуировки сделать связаны как бы нас ну короче мы хотели сделать одну татуировку двое двое что ты начала где продолжение не но я только себе сделала пока что и я не но у нас вообще у меня полиней мы такой я люблю у меня так на всю спину там полинейзе также вот калаврат есть лады-богородицы не калаврат это крест лады-богородицы да у меня это ладенец мужской в другую сторону калярника женский вот я сейчас буду себе тоже еще делать татуировку сейчас вот я жду пока шов побелеет да там который 23 сантиметра пока шов не побелеет пустите значит еще внизу метод листеров внизу на ягодицу и за ногу туда короче ой хочется уже начать показывать то что у нас скрыто по даме а еще еще знает а женщина и общалась и вот у многих такой вот ерунду себе вот в интернете начитается знаете швы бояться забивают женщинам я забила сейчас я вам расскажу в чем я думаю а почему ты вот я хотела сделать татуировку но не сделала это еще не даже не к болящим иначе они там после кесарева а почему а я вот начиталась в интернете что если женщина бьет татуировку на животе у них потом рак вы представляете до чего дошел прогресс как говорится у нас очередной эти я говорю ну и я даже не стала я даже не смогла переубедить ну значит пусть не в некотором случае интернет надо воспринимать как забор там что хотят а люди же реагируют они верят в это ну когда кто-то там заказывает кадром что-то там неизвестное лицо что-то написала в это верить это неправда это просто неправда ну пусть люди не боятся делать выбирать свои там некрасивые швы можно сделать такую красивую татуировку что шоу даже будет не планируешь еще как раз планирую сделать татуировку столкнулась это вот то что вокруг ноги ноги шов шов добить этот который аккуратно мне хирург зашил очень еще на руках много мест не просто я кому-то когда оксанка лежала в больнице я когда пирас увидел шов не ее у нее был шов от вилочкой железы до лобка это я думаю зачем зачем так много просто так взял и шок и шов был не косметический косметический шов уже не видно переделанная служба наша служба опасная трудно да да нет нет а другая нет я в милиции не служил спецназ но это срочная служба там и так далее вот этот все отражено здесь там автомат кулак с автоматом это уже а здесь срочка чё купол или ты летучая мышь разведка вода здесь какой-то там класс это викинг викинг дракар в море красота вот ворон потрясающе планы планы на жизнь на голове еще да на голове дракошка там у меня дракошка хотел еще конечно после вот всяких этих операций лучевой столкнулась конечно проблему по-женски именно интимная жизнь да это очень такая проблема я вот почитала тоже форму из 90 процентов женщины страдать потому что они могут жить личной жизнью ну то есть они не могут интимной жизнью существуют пластические операции сейчас я в феврале у меня даже уже нашли врача тоже есть вот по инстаграм кстати тоже связались там помогли на эти пойду на консультацию сделаю пластику пластику да консультироваться надо делать пластику потому что без нее вы наверное никак ну что вот по спорту есть плана полу на аксель да арм лифтинг по красоте тоже по здоровью тоже есть планы какие детей главное поднять троих вот пожалуйста хорошая такая семья есть ради чего жить есть еще много целей которые не дальше не дошли еще на какие еще дом купить купить или построить можно построить конечно главное пока еще на свое жилье заработать вот вот эти еще цели ну и детям конечно что то чтобы осталось было опора а сейчас вы до сих пор съемным же пока снимаем ну там такие ситуации которые особо не хочется и потом плюс еще вот это вот все-таки год откатил назад вот вообще я хочу сказать у нас уже вот на третий год какая-то черная полоса как будто люди сглазили что ли или мы что-то пожелал плохого хотя всегда ходим я вот я верующий человек с заморожем монастырь в церкви даже и не только когда болеть начала а вообще давно хожу я до этого особо не ходила мне кажется светлая полоса начала с того момента когда ты после болезни уже пришла в зал мне кажется это уже можно считать светлой полосу да потому что все в жизни относительно и я вот сейчас смотрю на вас вы вот личности две крутые такие сильные мне кажется вам сейчас все будет по плечу вы преодолеете такое преодолели что и рядом уже нет ничего пустого 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 нет уже во все это ушло все отмели приоритеты расставлены в жизни я вообще вот сейчас вот так вот за вас рад внутри ну как у нас еще есть пять лет у нас еще через пять лет говорят что ты здоров правильно как врачи говорят лет мне кажется процентов 70 зависит от человека это да да само собой там ну все бывает там но настрой есть профилактика есть образ жизни мысли материально да и ну а давайте уже поговорим о наших зрителях потому что у нас уже есть своя аудитория да или же большая да сколько я вот сейчас из почитала посмотрел как раз живут до 3 февраля же мы и будем встречаться до с этой тарией очень хочется пообщаться и познакомиться что же что же вот пожелать хотите нашим зрителям ну конечно же что первое это конечно здоровье да как без него никуда относительно вот онкологии да вот это же все поправились и про и пошли в вечную ремиссию во вторых никогда не раскисать не думать о плохом особенно негативе не настраивать свою нервную систему давать импульс убивать что вот все конец я не не выправлюсь я не выздоровлю даже какой бы там не ставили там случился рецидив или что-то нельзя опускать руки идти вперед только вперед и добивать цель надо бороться кто борется у того все получается если человек сляжет положит ручки на диване и скажет все я умираю уйдет в депрессию так это и произойдет до человека раствориться хочу посоветовать чтобы занимались спортом непрофессионально это можно физкультура и лфк можно адаптивный до любому человеку если вы не можете заниматься в зал ходить и делайте кардио это можно делать на улице ходьба прогулки долгие в лесу скандинавская ходьба с палками сейчас даже сейчас много кружков любом городе есть йога плавание то есть это все доступно не надо лежать лениться на диване себя жалеть что я несчастная болею и также нагружать своих родственников которые многие я знаю есть особенно любят девушки пользуются тем что они болеют и мужья там вот так вот прыгают а она этим радуется пользуется она обстанет не умирает жертва да да не быть жертвой то есть надо быть сильным человеком обязательно заниматься не лениться если будет заниматься они будут себя хорошо чувствовать они будут лучше переносить химиотерапию и все-таки когда тренируешься занимаешься идет быстрее процесс регенерации и также все быстрее у нас восстанавливается работает вот эту коммуникации и не складывать ручки а вы что посоветуете мужья наверное тех женщин которые столкнулись с болезнью ведь бывает такое что люди бросают своих близких не но бросают вещи обычно как некоторые хорошо уходят уходит но ты же человек ты же человека выбрал себе ты же живешь с ним ради чего туда вообще до этого ты живу любой на грудь ну вот а если ты поставил себя на его место тебя бац тебя бросили ну и дело в том что это какие отношения тогда я думаю тогда это просто было до этого ложь просто не мужик а мужчина слабак дело не в том что там слабак либо еще что-то они родят опять же эгоизм они жалеют в первую очередь себя как же так это надо же напрягаться что-то делать там и так далее вот он а не дай бог что случится там а вдруг там 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 же дети если еще есть там еще много всяких проблем все назвать вот что это слабак люди 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 от этого уходят и просто ищут наверно что-то другое да надо здорово а так честно говоря это вот есть вот да есть такие да но есть огромное количество которые рядом со своими женами борются вот что им посоветовать можно первую очередь нужно как-то самому понять что хочет твой человек от тебя вот видите это не обязательно может быть там помогать там либо еще что-то это первых и морально духовная поддержка и нужно держать человека в позитиве рядом чтобы еще самому там не ходить эти сопли не наматывать на кулак что-то там где-то тихо не напоминать человеку а наоборот отводить его вот этой болезни в сторону опять же если он если он чем-то не занимался может быть его вовлечь в какое-то занятие отвлечь от этих дурных мыслей то что там некоторые там вот помощь там по дому так далее это само собой туда я думаю ни разу не это не обсуждается вот главное морально человека поддержать на не дать себя в депрессию впал с вами так комфортно я бы еще наверное проговорила но меня что хочется сказать вот но мы пожелали нашим зрителям со своей стороны я могу сказать да спорт это в нашем случае спасения все должно быть в меру должны подходить аккуратно если это конечно многие врачи будут говорить что это нельзя вот но не просто наблюдайте то что можете то что не через силу то что надо постепенно то есть некоторые глядя на меня наверное свое тело найти хорошего тренера и чувствовать себя да и чувствовать как ваш организм откликается на что-то а заниматься самодеятельностью в коем случае из легких с легких упражнений салфика промышленной пошел с палочками пошел с камень если почувствовал что может что-то больше делай что-то больше ну да 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 у меня так именно если бы врач сказал бы я пауэрлифтингом занялась после такой операции да там где нельзя вообще на нагрузку давать нам на низ на тазобедренные все это и тут это пауэрлифтинг она вообще в шоке был в шоке да ну вот вот что со мной сейчас и происходит все врачи на меня смотрят как на динозавра да да это все там укрепляется да я я стал это я стала чувствовать да ну просто почему вот мое мнение почему со мной произошла такая болячка потому что я к 40 годам превращаться начала уже в развалину то есть организм уже ну почувствовал чем тут дело это сигнал данный да 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 и вот пауэрлифтинг он вернул мне я считаю что с одной стороны врачи которые сбили за мою жизнь вернули меня авто вторая часть это пауэрлифтинг он и смыслом наполнил жизнь цель есть цель какая до мастера сделать вы хочу тоже международником вот мы тоже хотим пожелать чтобы вы не свернули с этой цели шли на этом пути и добивались и сделали мастер спорта международного класса потому что будет тяжело будет такие моменты когда устает наша нервная система не идут тренировки начинаются психи и ух каждый раз приходил на тренировку хотела бросать спорт и и хотела тренироваться срона шла это будет все и потому что зачем мне тут нужен международник зачем нужны эти соревнования но просто еще вас маленький промежуточек чем больше занимаешься и когда встает вес который тебе там допустим не знаю два с половиной килограмма не хватает на международника а ты не можешь его оторвать на одной тренировке как палочку а на другой вообще ничего поднять не можешь так что вот не опускайте руки как бы не было тяжело тише едешь дальше будет собой поставил ноги бросают все остается еще по-другому я буду я буду идти и я хочу приехать к вам потренироваться если потренируемся и я думаю что я даже это уже делаю в первую очередь для себя и для девочек которые сейчас смотрят который просто мотивируется ну не на не на пауэрлифтинг конечно не на штангу просто чтобы жить полноценно жить потому что для кого-то же закончил зачем то есть такие передачи которые люди рассказывают и делятся своими историями рассказывать в интернете потому что после того как разместили мою статью очень много поступило мне тоже девочек писали и про спорт или просто да много я уже просто созванилась по телефону и мы разговаривали лично потому что у каждого все по разному разные диагнозы и под одну гребенку то есть у тебя еще и месяц и сама выкарабкалась еще до окружающим вот это же тогда вот общаемся на кому-то не всегда рада помочь всегда открыто ну что ж я думаю что это мы еще я думаю встретимся расскажем о наших достижениях друг другу да обязательно спасибо большое что пришли спасибо вам пригласили да дорогие друзья мы продолжим цикл наших передач оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал на ютубе фильм отограф и следите за собой за своим здоровьем перепроверяйте будьте бдительны даже если вам сказали сказал врач все хорошо вы видите что есть случаи когда надо перепроверить у вас очень любим всего хорошего